Гильберт говорил, его есть знаменитое высказывание, что математика это игра, в которую играют по простым правилам при помощи не имеющих самостоятельного смысла значков на бумаге. И это высказывание Гильберта, оно, можно считать, было таким путеводным девизом для группы французских математиков, которые публиковались под коллективным псевдонимом Бурбаки. Ну, что такое Бурбаки, вы можете в изобилии при желании прочитать в интернете. Бурбаки, это группа, которая образовалась во Франции в 1935 году, Андрей Бейль, Жан-Ги Дене, Андрей Картан и другие математики образовали вот эту вот группу. И их целью было создание такого очень формального, очень самодостаточного описания современной на тот момент математики. При помощи вот тех самых, уже доведенному до предела идеи Гильберта об игре ничего не значащими значками на бумаге. Если, да, в рамках этого проекта у них вышло около 10 томов, и самый первый том был «Теория множеств». Они положили в основании всей тематики теорию множеств. И если этот том открыт, то где-то в самом начале они дают такой язык, такое утверждение, что все математические термины и все математические обсуждения могут быть записаны при помощи следующих, я сейчас точно не помню, 4 или 5 значков. Они вводят всего 4 или 5 значков в такой своеобразный математический ассемблер. И дальше, все больше и больше усложняя, ну, вводя сокращающие обозначения, все больше и больше насыщая смыслом те термины, которые они вводят, они развивают свою мысль, и вот появляются вот эти самые 10 томов, которые покрывают очень много разделов математики. Расцвета достигла эта группа где-то в 60-е годы, а к 80-му году, собственно, этот проект подошел к концу. Но нас бурбаки будут интересовать только одно их конкретное изобретение – это роды структур. Вы, наверное, уже слышали этот термин, потому что роды структур – это, у бурбаки, это такие абстракции, при помощи которых они описывали всевозможные алгебраические структуры. А для направления концептуального анализа и проектирования роды структур – это удобный инструмент для такого необычного математического моделирования, для моделирования структурного, не количественного, обычно, которое делается при помощи дифференциальных уравнений, а именно структурного моделирования. Вот сразу давайте себе представим вот какие вещи, одно за другое. Сложение целых чисел по модулю m. Это операция на каком-то конечном множестве, ну, допустим, по модулю 5, да? Нет, там 0, 1, 2, 3, 4 – это, значит, все объекты. Таблицу сложения по модулю мы можем перечислить просто всех со всеми, получится такая таблица. Значит, окей, другая иллюстрация. Сложение уже действительных чисел. Действительных чисел мы знаем не счетное множество, а огромное множество, но, тем не менее, такая операция. Еще один пример. Перемножение обратимых квадратных матриц. Казалось бы, пример какой-то вообще есть. Истричь какой-то области. Еще пример. Множество, все перестановки его элементов и суперпозиция, суперпозиция вот этих вот перестановок, да? То есть мы перестановку 1, потом перестановку 2, получаем перестановку, которая получается суперпозиция. Опять какой-то пример еще из какой-то области. И еще пример рассмотрим. Возьмем булян от какого-то множества и операцию дельта, симметрической разности между элементами булян. Что-то я перечислил. Какой-то винегрет из разных математических вообще конструкций, областей. Однако, каждая из них обладает вот этой вот операцией с множеством, да? Это множество определено и операцией. И каждая из них обладает свойством ассоциативности, существования левого нейтрального элемента, существования левого обратного элемента. То есть алгебраист сразу скажет, что все, что я перечислил, это лишь некоторая часть из многочисленных примеров групп такой алгебраической структуры, как группа. И поэтому мы можем абстрагироваться вообще от всех этих множеств, от всех этих примеров и изучать группы как таковые. И каждый результат, каждая теорема, которую мы получим относительно группы, она будет применена к каждой интерпретации, которую мы можем для группы выдумать. А выдумать мы их можем очень и очень много. Ну, конечно, да, и вот бурбаки дали заслуга их в том, что они дали такое очень изящное определение таким абстракциям. То есть как мы можем эти абстракции вычленять и определять. Потому что, ну, таких абстракций математики очень много. Прежде всего, это алгебраические абстракции. Группы, кольца, решетки, булевые алгебры, потом всякие всевозможные пространства, топологическое пространство, метрическое пространство. Это все то, чем математики занимаются. Да, вот они занимаются такими абстракциями. И бурбаки дали способ такие абстракции строить новые, описывать существующие абстракции. При помощи того, что они назвали родами структур. Мы при помощи этих же родов структур можем описывать не только существующие какие-то математические абстракции, но и делать необычные математические модели чего-то, что относится к реальному миру. Но сразу замечу, что тут надо задать вопрос, а в чем заслуга-то бурбаки? Не бурбаки же изобрели математическое моделирование, и уж точно не бурбаки изобрели абстрактную алгебру. Да, не они, но их заслуга в том, что они дали четкое определение тому, как эти абстракции можно задавать, и как эти абстракции можно строить, и какие утверждения в этих абстракциях будут корректными с точки зрения применимости к интерпретациям, или какие выводы из модели мы можем сделать применительно к моделируемым объектам. Я сейчас дам вот такой смешной пример. В Петербурге, то ли в кунсткамере, то ли в паритаже, есть комната с экспонатами из жизни Петра Первого, и там есть такая аптечка, какая-то заморская, разделенная на секции, и перенумерована. Там пузырек номер один, лекарство от головной боли, пузырек номер два, лекарство от несварения желудка, пузырек номер три, от лихорадки, четыре, от зубной боли. И Петр лечил при помощи вот этой волшебной аптечки своих матросов, но если, допустим, у матроса зубная боль, а пузырек номер четыре закончился, то тогда он брал лекарство из пузырька номер один, смешивался с лекарством из пузырька номер три, и ничтожественную мяшу, если наносить, да он матрос. Я не знаю, правда это или нет, применительно к Петру, так рассказывал экскурсовод какой-то когда-то. Я сейчас вас призываю задуматься с точки зрения логической, ну такой структурной, что ли, да, в чем же здесь ошибка в рассуждении Петра. Ну, казалось бы, все достаточно элементарно, ну да, глупость какая-то, смешивать лекарство номер один и три, чтобы получить четыре. Но что, нельзя что ли суммировать числа? Ведь у нас вот эта вот аптечка с номерами, это такая очень примитивная математическая модель. То есть у нас есть множество чисел, какое-то подмножство натуральных чисел, каждому числу соответствует симптом, который лечит, и пузырек, который отвечает этому симптону. Но мы все с пеленок там знаем, что если два яблока и три яблока прибавить, будет пять яблок, да, это здесь сложение работает, а почему там сложение не работает? Если мы начинаем задумываться, так, да, откинем юмор, начинаем задумываться, то, ну, понятно, потому что это все-таки зависит от свойств лекарств, да, когда смешивание лекарств не то же самое, что не те же свойства обладает, что сложение чисел. Вот, но когда мы начинаем задумываться об этом глуже, то понимаем, что определить это формально, вот этот вот процесс, а что переносимо с модели на объект, а что не переносимо с модели на объект, это довольно еще надо подумать, как это сделать. И вот заслуга бурбаки, она в том и заключается, что они дали довольно изящный, довольно красивый способ построения этих самых моделей с переносимыми отношениями. То есть я нарисую, вот, условно говоря, здесь у нас модель, здесь у нас объект моделированный. Или, если вы хотите, здесь абстракция, группа, а здесь у нас какая-то интерпретация ее. Значит, в модели у нас есть какие-то элементы, да, а модель у нас теоретика, ну, в терминах теории множеств задается. Значит, в модели есть какие-то элементики, в объекте тоже какие-то элементики. Каждому элементу модели соответствует элементик в объекте. А дальше у нас есть какое-то отношение между этими элементами в модели. Ну, значит, вот этот объект с этим входит в какую-то связь. И это отношение между соответствующими элементиками объекта, оно может иметь смысл, а может и не иметь смысл. То есть мы можем два яблока с тремя яблоками сложить, да, два плюс три, получить множество из пяти яблок. А лекарство номер два и номер три, сложив, мы не получим лекарство номер пять. Вот. То есть, соответственно, у нас, получается, либо переносимые отношения, либо непереносимые. Либо переносимые с моделью объекта, либо непереносимые отношения. И вот само это определение переносимости, оно достаточно изящно, бурбаками было формализовано. Именно при замыше родов структур. Ну, к чему мы, собственно, и приступим? Мы сейчас на протяжении ближайших нескольких лекций не спеша с родами структур разберемся. И для вас станет, значит, просто и приятно делать новые роды структур. И, самое главное, записывать, в свою помощь, те самые переносимые отношения, переносимые термы, которые только и имеют смысл, которые только и интересны, если мы с вами занимаемся моделированием, структурным моделированием. Да, ну, про самих бурбаки можно сказать, что тут важно понимать, что роды структур это не то, при помощи чего бурбаки описывали всю математику, это лишь только одно из их изобретений. Потому что математику они описывали при помощи своего такого ассемблера. такого условно-математического ассемблера, и там всякий термин, например, пустое множество, или единичка, или там натуральное число, можно было бы представить потенциально большой-большой текст из их первоначальных нескольких значков. А роды структур это уже некая надстройка над теорией множеств, которым они построили из своего такого круто языка. Вот, и мы с вами тоже не случайно роды структур изучаем после теории множеств. Мы идем по той же дорожке, по которой бурбаки излагают первый тон свой. И мы, правда, не применяли бурбаковский подход к изложению теории множеств, просто потому что он не используется сейчас в той литературе, которая в широком применении используется. Но выводы все те же корректные, те же самые. И вот сейчас, дойдя до понимания теории множеств, мы переходим в продавку. Значит, вернемся к игре по простым правилам с ничего не значащими значками. Назовем схемой конструкции ступеней. Схема конструкции ступеней. Некий текст, некую строчку, которая строится следующим образом. Числа 1, 2, 3 – это схемы. Я не могу говорить просто схемы, а сейчас обозревать схему конструкции ступеней, потому что слишком долго всякий раз это продавали. То есть натуральные числа 1, 2, 3, 4 – это схема. Второе, если S – схема, то P от S – схема. И третье, если S1, S2 – схема, то S1 на S2 – только схема. Соответственно, примеры схема – это 1, 10, 2 на 3, P, еще какой-нибудь P. Это все примеры схема. То есть то, что можно построить, можно сказать так, суперпозицией Гулиана или Хартов произведения над некими индексами. 1, 2, 3 – это индекс. Мы совершенно в гурбаковском духе сейчас вот к этому определению подойдем абстрактно. Скажут, что ничего не значащее для нас обозначение. Для чего нам это понадобилось? Схема нам понадобилась для того, чтобы строить по этой схеме две вещи. Первое – это ступень, а второе – это каноническое распространение для набора функций. Пойдем последовательно и сначала построим ступень. Эта конструкция сама собой напрашивается. Если мы возьмем схему S и подставим вместо индексов 1, 2, 3, 10 какие-то переменные x1, x2, x3, x10, то мы получим ступень, которая будет обозначаться вот так вот. x1, xn, S в квадратной скобке. От x1, xn. Значит, и мы получим, например, из бульян 1 на 2, из схемы, мы получим ступень бульян от x1 на x2. Пока все, значит, хорошо и понятно. Но нам понадобится еще такая конструкция, как m-граф. m-граф – это графическое представление ступеней. Я сейчас нарисую некую... И проще всего объяснить, что это такое, простой иллюстрацией. Я сейчас дам некоторую ступень и нарисую ее m-граф. Значит, пусть будет у нас x3 помножить на гульян от x3 на x2. Так, и все это помножить на x1. Значит, м-граф рисуется следующим образом. Его вершины внизу – это множество x1, x2, x3. А дальше, значит, каждому бульяну соответствует ребро. Здесь у нас получается бульян от x3. Значит, гульян от x3 на x2. Каждому декантовому произведению соответствует вершина, в которую входят два ребра. Они обычно номеруются, чтобы была понятна последовательность, в которую они входят. Значит, теперь, что у нас? Здесь еще один гульян. Пожалуйста. Здесь эта конструкция домножается на x3. Пожалуйста. x3 входит как первая компонента. Ой, нет, нет, нет. Это же бульян, правильно? Значит, вот так вот. Значит, а этот бульян входит как вторая компонента. И все это вместе домножается на x1. Пожалуйста. Вот у нас получается такой вот н-грамм. То есть, проще, называется, один раз нарисовать, чем давать долгое формальное определение алгоритма его построения. Почему не везде стоят? Просто неленивый. А, да. Он, естественно, направленный. У него есть вершина, вот одна, если нас интересует, одна ступень. А начальные вершины, одноконечная вершина и начальные вершины соответствуют нашим множествам, которые очень скоро мы назовем базисным множествам. И сама собой напрашивается здесь такая метрика, как ранг ступени. Ранг ступени, это, по сути дела, длина наибольшего пути от конечной вершины к начальнику н-грамм. Вот. То есть, мы можем определить ранг ступени так же рекурсивно. То есть, прибавление гуляна или там, домножение, добавляет нам единицу к рангу. Это все достаточно простые понятия, которыми мы будем активно пользоваться. Это наш удобный будет багаж для иллюстрации и для разбора примеров. Ранг ступени, это наибольшая длина конечной вершины до одно изначально. Ну, в данном случае это раз, два, три, четыре, пять. Теперь мы вот соотношение вида кси принадлежит s от x1 к xn назовем соотношением типизации. И элемент какой-то ступени мы назовем типизированным множеством. Вообще, на протяжении всей этой лекции я буду давать определения, 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 потом только мы из них будем что-то собирать интересное. Значит, поэтому внимательно следим за словами. Схема s, ступень s от x1 к xn, не путаем разницу между схемой и ступенью, и типизированное множество это элемент некой ступени. То есть, это не просто множество самого в себе, какой-то термок си, а это уже элемент ступени. У типизированных множеств есть две замечательные особенности. Особенность номер один. Типизированные множества, их элементы, сами типизированные множества, имеют предсказуемую структуру. В самом деле, так как ступень у нас является либо, значит, если это индекс, если схема это индекс, либо множеством, либо декартным произведением чего-то, либо гуляном от чего-то. Соответственно, если к си принадлежит s от чему-то, то мы будем говорить, что к си имеет характер элемента, характер множества или характер кортежа, в зависимости от того, что у нас находится на самой верхушке им графа. Каким образом у нас устроена самая последняя операция, при помощи которой построена ступень. То есть, смотрите, если у нас d принадлежит x1, мы говорим, что d имеет характер элемента x1. То есть, просто мы знаем, что это элемент x1, больше мы не знаем про него ничего. Если d принадлежит x1 на x2, то мы говорим, что d это пара. Правильно? Здесь же множество всех пар, а это один из элементов. Первый компонент имеет характер элемента d от x1, а второй компонент имеет характер элемента x2. Если d принадлежит бульяну от x1 на x2, то мы знаем, что d это множество пар. Потому что это какой-то p, это у нас множество всех по множеству. Если d элемент p, то это множество пар. Значит, если у нас d принадлежит двойному бульяну от x1 на x2, то это у нас что? Что? Множество множеств пар. Нет, это какое-то множество каких-то множеств пар. Не все, а каких-то. Вот здесь это очень важно. Значит, если у нас d принадлежит бульяну от x1 помножить на бульяну от x2, то что это получается у нас? Пара подмножеских. Да, пара множеств. Значит, и d принадлежит бульяну от x1 на x2, то это что у нас получается? Множество пар. Множество множества или нет? Правильно. Значит, смотрите, чем сложнее ступень, тем больше мы знаем про типизированное ее множество. Если ступень совсем простая, мы не знаем ничего, но элементы x1, а здесь мы знаем. И мы знаем, что если, допустим, d имеет характер множества, мы теперь будем говорить, имеет характер множества, если здесь бульян стоит наверху, то элементы этого множества, каждый из элементов этого множества, будет одинаково типизирован. А как он будет типизирован? Вот так вот. Понимаете? Если d имеет характер кортежа, то каждый из компонентов этого кортежа, ну, она может быть по-разному типизирована, да, но она будет типизирована, так или вот так. То есть предсказуемая структура, предсказуемая структура элементов типизированного множества. Ну, именно поэтому вскоре мы назовем вот такое соотношение, ну, d, букву d, родовой структуры или родовой константы, именно поэтому, потому что она имеет предсказуемую структуру. И еще, может показаться, что ограничившееся рассмотрение только множеств, полученных при помощи декартовых произведений бульянтов, мы как-то себя ограничиваем сильно, потому что, ну, в прошлом семестре мы всякие разные множества рассматривали, они всякие действительно разные есть, а тут вот мы как-то сфокусируемся сейчас на таких, и кажется, что мы себя ограничиваем. Так вот, оказывается, что как раз все те абстракции, которые нас интересуют, ну, которые интересовали двурбаки, которые будут интересовать нас, включая все математические абстракции и все модели, они могут быть как раз представлены в виде таких вот структурированных множеств. Теперь внимание! Я сказал, что у типизированных множеств есть две особенности. Особенность номер два. Особенность номер два заключается в следующем, что если у нас кси типизирована вот такой ступень, х1, хm, и при этом х преобразуется, каким-то образом преобразуется, то есть при помощи функций, то тогда кси может быть вместе с хами преобразована некоторым согласованным образом. Значит, каким образом это можно сделать? Предположим, что у нас есть пара множеств х и с штрих, и есть функция, которая переводит х в х со штрихом. Тогда каноническим распространением функции f на множество частей, которая действует на бульяне от х и перевозит его в бульяне от х и с штриха, мы назовем вот такую конструкцию. f равняется, значит, множество пар у в принадлежащих f от х на f от х со штрихом, таких, что f в квадратных скобочках от у равняется v. Что-то я записал. Да очень простую вещь я записал. На самом деле, можно так сказать, p с f от у в круглых скобочках, это то же самое, что f от у в квадратных скобочках. То есть, если у нас имеется какая-то функция, которая переводит элемент в элемент, то мы можем построить функцию, да вот при помощи знакомых вам в квадратных скобочках, которые, наверное, уже оскомину набили в прошлом семестре, когда мы решали эти f от у, сумма в, там есть f от у, сумма f от в, вот это вот все. При помощи этих самых квадратных скобочек мы можем получить функцию, которая на самом деле в геме не от элемента в элемент работает, а от бульяна в бульяна. Вот это называется каноническим распространением функции на множество частей. И мы заметим, предостерегая сразу от ошибки, что p, f это не то же самое, что бульяна, мы можем взять функцию, мы можем взять, ну, функцию как множество пар, да, мы можем взять от него бульяна, но это не то же самое. Это как раз вот что. Это как раз то, что определяется вот этой вот формулой. Дальше. Пусть у нас имеется 4 множества. x1, x2, x1 со штрихом, x2 со штрихом, и пусть у нас имеется функция f1, x1, x1 со штрихом, x2, x2 со штрихом. Тогда каноническим распространением пары функций на декарту произведения f1, декарту произведения с крышечкой на f2, который действует таким образом, x1 на x2 переводит в x1 со штрихом на x2 со штрихом. Является что? Является какая функция? Ну, попробуйте сами придумать, что это может быть. Да, вот у нас имеется функция, которая x1 в x1 штрих переводит, каждый элемент x1 переводит в каждый элемент x1 штрих. Есть другая функция, которая каждый элемент x2 переводит в элемент x2 со штрихом. Теперь мы взяли пару из декартов произведения, x1, x2. Мы можем применить к первому компоненту этой пары функцию f1 и получить элемент из x1 со штрихом, а ко второму компоненту функцию f2 и получить элемент из x2 со штрихом. То есть, таким образом запишем f1, f2 равняется f1 со штрихом, f2 со штрихом, таких, что f1 от u равняется u со штрихом, и f2 от v равняется v со штрихом. Вот вам, пожалуйста, определение. И опять же, я предупреждаю о возможной ошибке, каноническое распространение, то есть вот этот значок с крышечкой, это не то же самое, что декартов произведения. Опять же, мы могли бы декарту перемножить в две функции, но интереса в этом для нас нет никакого. Для нас интересен вот эта вот операция над парой функций. Ну а теперь, если у нас имеется произвольный набор множеств x1, x2 и так далее, xn, и мы из не штрихованного мира переходим в штрихованный, при помощи функции f1 переводим в x1 со штрихом, при помощи функции f2 переводим в x2 со штрихом, а при помощи функции fn переводим в xn со штрихом, то у нас имеется некая схема, да, s, схема конструкции ступеней. Чего мы можем сделать? Мы можем в этой схеме конструкции ступеней заменить булианы на булианы с крышечкой, декортианы на декортианы с крышечкой, индексы заменить на f и t, и получить каноническое распространение функций f1, fn по схеме s, которые у бурбаки записываются таким вот образом, f1, fn в треугольных скобочках по схеме s. И каким свойством оно будет обладать? Оно работает следующим образом. f1, fn по схеме s есть функция, которая переводит элементы ступеней s от x1, xn в элементы ступеней s от x1 со штрихом, xn со штрихом. То есть, то, о чем я вам говорил. Если у нас имеется какое-то типизированное множество, то есть множество, являющееся элементом вот такой ступени. И если у нас имеется способ переноса, перехода из не штрихованного мира в штрихованный мир при помощи функций, действующих на базе с множеством, то тогда мы можем согласованным образом перевести типизированное множество из не штрихованного мира в штрихованный мир при помощи просто комбинации канонических распространений. Так, ну, пример. Возьмем пример. Если у нас d принадлежит булиану от x1 на x2, да, динарное наше отношение, некое множество пар. И у нас имеется перенос x1 в x1 со штрихом, а x2 в x2 со штрихом. Значит, каким образом мы переходим от не штрихованного мира к штрихованному миру? Возьмем пару из этого отношения. В этой паре есть первый компонент, второй компонент. Первый компонент, применим к нему функцию f1, получим первый компонент в паре из штрихованного мира. Ко второму компоненту тоже применяем функцию f2. На самом деле это очень простая концепция. Она в значках сложная, но вообще она очень простая, прямолинейная. Когда ко второму компоненту пары, применяем f2, получаем второй компонент пары из штрихованного мира. Пробежались по всем парам вот отсюда, получили все пары вот здесь. Вот. Такая процедура. Теперь мы докажем с вами теорему. Теорема, которая нам нужна будет для того, чтобы доказывать критерии объективной переносимости, они от нее зависят. Вспоминайте, я ведь спрошу, зачем нужна эта теорема. Значит, теорема состоит из трех утверждений. Первое. Значит, f1', f1' fn' пол-схеме S равняется f1' fn' пол-схеме S суперпозиция f1' fn' пол-схеме S. То есть, если у нас имеется два последовательных преобразования из простого штрихованного и из штрихованного двумя штрихами мира, то есть два набора функций, то мы можем взять их суперпозиции и распространить на схему S, а можем каждое из наборов распространить по схеме S и взять суперпозицию. Это будет одно и то же. Второе утверждение. Если все F1 и Fn одновременно являются сурьекцией или иньекцией или биекцией, то, значит, F1 и Fn по схеме S это будет, соответственно, сурьекция, либо иньекция, либо биекция. То есть, если все F1 и Fn являются биекциями, это на самом деле только важно нам и будет в конечном итоге, то распространение по схеме S набора биекций будет само по себе являться биекцией. То же самое справедливо для сурьекции и для иньекции. И третье утверждение заключается в следующем, что если F1 и Fn обратимые функции, то есть биекции, то тогда это то же самое, что F1 и Fn по схеме S. Ну, если считать этот второй пункт доказанным, то если все F это и биекции, то мы можем взять каноническое распространение и инвертировать его, а можем инвертировать каждую из этих функций и построить каноническое распространение. Докажем сначала первые два утверждения диалем индукций по построению S. Значит, каким образом мы можем доказать что-то индукции по построению схемы конструкции ступень? Мы должны разобрать все случаи, которые вообще возможны. Какие у нас три случая возможны для схемы конструкции ступень? Натуральное число. Натуральное число. Ну, или индекс, да? Значит, я говорил уже, такой оговор бы делал, да, что мы не воспринимаем это как натуральное число. Просто как вот индекс, да? Индекс. Еще, еще. Болиан и еще. Индекарту проведены, да. Значит, соответственно, начинаем с первого, самого простого. Если это индекс, то тогда, значит, что у нас такое? F1' 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 FN' Суперпозиция с FN по S. Если S из себя представляет, просто индекс K. Так, что это будет? Простой вопрос. F1' FN по схеме S, где S равняется индексу K. Может, извините, как-то? Ну, нет, пусть вас не смущает верхний этот знак. А? Так, Xкатый. Так, Xкатый это вот что такое. S от X1' XN равняется Xкатому, если S равняется K. А что такое F1' FN, значит, распространить по схеме S, где S равняется K? Что это? Я говорил, значит, каким образом мы из схемы получаем распространение. Давайте, давайте. Вы должны это понять, потому что иначе все без слуха будет. Таким образом мы из схемы получаем каноническое распространение. Каким образом из схемы мы получаем ступень, вы все усвоили, я думаю. Просто заменяем I на XI. Ну, значит, из Xкатого в Xкатый штрих. А как, 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 как? Еще раз. Отображение из Xкатого в Xкатый штрих. Из Xкатого в Xкатый штрих, да, правильно. А что это за отображение это будет? В наших значках здесь. Fкатая, конечно. Значит, это будет Fкатая. Всего лишь навсего. Да. Это просто. Просто надо один раз понять. Значит, соответственно, для самого простого случая, когда S у нас собой представляет всего лишь индекс, мы имеем здесь Fкатая штрих суммы Fкатая, что является, естественно, F1 штрих Fn штрих S суперпозиция F1 Fn по спине S. Если S, это просто катый коэффициент. Видите? Теперь это вот, это понятно, по сожалению, да? Я еще раз хочу подчеркнуть. Вот в этом части нашего курса нету нетривиальных, каких-то нетривиальных таких результатов. Не будет. Они, может быть, требуют такого усилия для того, чтобы первоначально понять, но потом это как такая картинка, которая там, угадай, что спрятано в ветвях дерева, один раз увидел, и все, уже не раз видишь. Так и здесь. Значит, все достаточно просто. Первое утверждение. Второе утверждение мы будем параллельно с первым доказывать. Если у нас все вот эти вот являются, ну, допустим, биекциями. Суперпозиции биекции дают биекцию. Суперпозиция инъекции дает инъекцию. Суперпозиция сурьекции дает сурьекцию. То есть, для случая, когда S равняется просто коэффициенту K, первое и второе утверждение теоремы доказано. Теперь рассмотрим случай декартового произведения. F1 штрих F1, Fn штрих Fn, S1 над S2. Это что такое? Тут мы уже можем пользоваться предположением индукции. И мы им воспользуемся. Мы скажем, что это F1 штрих Fn штрих S1 на значит, суперпозиция F1 Fn по схеме S1 и здесь каноническое распространение сейчас я допишу потом мы внимательно проверим что написано F1 штрих Fn штрих по схеме S2 суперпозиция F1 Fn по схеме S2 значит что написано здесь да, если вот в этих вот сколках слева и справа от значка вот этого декортиан с крышечкой я всего лишь навсего взял и вот эту вот формулу разбил на две потому что каноническое распространение на декортиан это вот этот вот декортиан с крышечкой от функции поэтому я всего лишь разбил на две но потом разбив на две я воспользовался предположением индукции и уже расщепил вот эти вот суперпозиции на суперпозицию распространения видите этот шаг понятен да? нет вопроса нет? понятно? или поясните понятно, да? то есть всего лишь навсего я аккуратно переписал вот эту вот формулу вот так вот а здесь я воспользовался шагом индукции и разделиваю значит но заметим что да, я здесь напишу равно и звездочка заметим что g1 h1 g2 h2 равняется g1 g2 h1 h2 почему? потому что g1 h1 на g2 h2 от какой-то пары увы это у нас значит g1 от h1 от u запятая g2 от h2 от v и все это превращается в пару то есть смотрите так как здесь у нас декарту произведение с крышечкой значит оно действует не на элементы а на пару я говорю вот она эта пара теперь так как здесь у нас суперпозиция то это значит что мы сначала h1 применяем потом g1 а здесь h2 потом g2 а потом мы видим что это есть не что иное как g1 на g2 на h1 на ой крышки здесь на h2 от u v поскольку мы могли бы так сначала пару uv превращаем в пару h1 от u h2 от v а потом вот эту вот пару h1 от u h2 от v превращаем в пару вот в эту вот то есть по сути дела здесь вопрос в последовательности применения функции объединения в пары и поэтому мы можем утверждать что вот это имеет место тоже довольно тривиальное подтверждение и тогда мы можем продолжить вот эту вот звездочку вот эту вот звездочку записав уже так f1 штрих fn штрих s1 на s2 f1 fn s1 на s2 ну здесь я сократил немножко сократил немножко запись да но видите мы можем здесь g1 переходит сюда в группу g2 h1 переходит в группу h2 соответственно мы вот этот вот вот этот вот член объединяем с этим получается штрихованный s1 на s2 потом идет суперпозиция потом идет не штрихованный s1 на s2 значит теперь если мы говорим что нам про сохранение свойства объективности мы можем сказать следующее что вообще g на h сохраняет объективность свойства объективности свойства объективности и свойства объективности тоже сохраняет то есть если g у нас объективность и h объективность То тогда экономическое распространение на множество пар Оно у нас будет тоже биекцией И, соответственно, у нас есть основания предполагать Что, значит, если здесь у нас S1 на S2 То вот это вот у нас биекция И вот это вот у нас биекция тоже И это биекция, и это биекция В силу шага индукции И так как у нас сохраняет То есть объективность и суръективность и инъективность Каноническое распространение То, соответственно, и второе утверждение теоремы Для случаев и карты произведения мы тоже можем считать доказанным Сейчас я перейду к третьему шагу И, в общем, это немножко затянувшаяся техническая теорема Но нужная в дальнейшем будет доказана Третий случай Случай Булиана Если у нас имеется вот такая штука F1 F1 FN FN Значит, Булиан от S2 Это у нас есть булиан с крышечкой Вот F1 FN S Суперпозиция F1 FN S Здесь со штрихами Здесь со штрихом Здесь со штрихом Здесь со штрихом Значит, опять же я воспользовался шагом индукции Да, потому что утверждение S штрих, оно же более примитивно, чем булиан от S штрих Соответственно, мы можем пользоваться шагом индукции по построению Значит, опять я напишу равно звездочке И замечу, что булиан от G суперпозиции на H равняется булиан G суперпозиции распространения на H Так как распространение суперпозиции от какого-то U Это у нас есть что? Это у нас есть G на H от U в квадратных скобочках Но это есть не что иное, как G в квадратных скобочках от H в квадратных скобочках от U Ну, а это уже и есть Pg, PH, все это U Вот такая вот арифметика интересная Вот квадратный скобочек мы никуда не деваем с ней Но не надо их путать с квадратными скобочками, когда S большое Мы часто будем этим пользоваться обозначением и другим тоже Ну и доказав вот это, мы можем продолжать Сказав, что звездочка равно уже F1' FN' от PS Суперпозиция от F1 FN от PS Здесь P без крышечки должно быть Ну, что и требует доказать на самом деле Ну и если говорить о втором утверждении теоремы То здесь мы замечаем, что распространение на множество частей тоже сохраняет свойства инъективности, суръективности, объективности функций Таким образом, первое и второе утверждения нашей теоремы доказаны в индукции по построению схемы конструкции ступени Значит, докажем утверждение 3 Пусть все F и 3 являются объекциями Тогда F1, FN, S и F1-1, FN-1, S это у нас объекция объекция Потому что F1, FN, S Все объекции и обратные к объекциям функции Это тоже объекции Соответственно F1, FN, S Суперпозиция F1-1, FN-1, FN-1 Обратный S Это у нас будет Функция Ид, то есть переводящий элемент самого себя И действует она на ступени F1, FN FN Потому что Если мы возьмем вот эту вот суперпозицию То по доказанному выше мы можем Вот это вот схлопнуть с этим Это будет Идентичная функция, которая X1 переводит самого в себя Там F2 схлопнуть с F2-1 И будем X2 переводить в самого себя И, соответственно, при распространении по схеме S мы получаем вот это Но это и доказывает нам, что F1, FN, S Если мы хотим получить обратную То нам достаточно просто взять все обратные FN-1 И распространить по схеме S Теорема доказывается Ну Для дальнейшего нам необходимо рассмотреть Вот какую конструкцию Значит Рассмотрим Да, прежде всего Мы Будем говорить, что сейчас мы действуем в некой теории множеств Теории множеств, как вы знаете, они бывают разные Да? Аксиоматики их могут Те или иные утверждения включать себя или не включать Но в данном случае для нас это совершенно не важно Мы просто должны понимать, что мы в некой теории множеств работаем Но в этой теории какие-то термы выводили сами по себе Но что за термы? Прежде всего это множество натуральных чисел Действительных чисел и все, 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 что мы получали в прошлом семестре И дальше построим вот какую конструкцию Возьмем множество x1, xn Не множество, простите, а переменной буквы x1, xn Которым мы можем присвоивать разные, вообще говоря, значения И назовем их основными байсными множествами Значит, возьмем термы в нашей теории Кси1, xn Которые мы назовем вспомогательными Базисными множествами Возьмем D Переменную D Про которую мы знаем Следующую вещь Что она является Ой, только здесь не кси, простите А обычно используют все-таки тета D, которая является ступенью от x1, xn, tt1, ttn То есть она типизирована При этом она является элементом ступени От, тут и тут в перемешку, какие-то перемены x1, xn И какие-то термы, фиксированные термы tt1, ttn Вот это вот соотношение мы будем обозначать буквой T Большой буквой T Соотношение типизации Вот этот D принадлежит к некой ступени Мы будем называть родовой константой Теперь мы рассмотрим вот какой процесс Нам еще понадобятся функции И теперь уже не функция, а объекции Которые переводят нас из не штрихованного Мера в штрихованные То есть x1 переходит при помощи объекции f1 в x1 со штрихом x2 при помощи объекции f2 Переходит в x2 со штрихом И так далее xn при помощи объекции fn Переходит в xn со штрихом Термы при этом tt1, ttn А так называемые вспомогательные Базисные множества У нас никак не преобразуется Поскольку натуральные числа А не натуральные числа Ии Поэтому здесь мы можем Так пунктирно добавить Что tt1 при помощи idtt1 Переходит в tt1 ttn При помощи idttn Переходит просто в ttn Но это мы для удобства сейчас сделаем А мы эти идентичные преобразования Супомогательных байских множеств Обычно рассмотреть не будем И дальше мы рассмотрим процесс Переноса D В d со штрихом Значит d со штрихом Равняется f1 fn idtt1 idttn По схеме s d То есть мы x не штрихованные Перевели в xs штрихованные При помощи каких-то пиепций А d из не штрихованного Не штрихованное Мы перевели при помощи Канонического распространения Согласованным образом Почему это нам интересно? Ну потому что Если допустим Мы рассматриваем С вами Ту же самую абстракцию Группы Значит Группа как Некое множество элементов На которых определена Групповая операция Мы можем рассмотреть Проинтерпретировать Ее одним множеством Например Из каких-нибудь там чисел А можем Проинтерпретировать Там Равномочным ему Множеством Каких-нибудь Преобразований Перестановок Или поворотов Ну Что обычно группы Интерпретируют И Каждому там Допустим числу Будет соответствовать Какая-то Перестановка Ну Обычно В аналитической механике Каждому кватерниону Соответствует Какой-то поворот Твердого тела Допустим Так вот Если у нас Имеется Значит Способ Вычисления Значит Ну Этих суперпозиций Поворотов Это наша Как бы родовая константа А допустим Перемножение кватернионов Это другая родовая константа И Их Согласованность Заключается в том Что при переходе От рассмотрения Поворотов Твердого тела К рассмотрению Кватернионов Которые мы Перемножаем Происходит Согласование И Некое Утверждение Р Которое Зависит от Х1 ХН Тета Тета Н Оно Называется У Гурбаки Биективно Переносимое Биективно Переносимое Значит Оно еще Зависит от Д Что Самое Важное Оно называется Биективно Переносимым Если Р От Х1 ХН Тета 1 Тета Н Д Тогда И только Тогда Когда Р От Х1 Штрих ХН штрих Тета 1 Тета М Тут вообще говоря М А не М И Д штрих Где Д штрих Получается из Д Согласованным образом То есть Свойство Р Некое Утверждение Оно называется Объективно Переносимым Если Оно сохраняет свою истинность Или ложность При Подстановке Вместо Х Не штрихованных Штрихованных Вместо Д Не штрихованного Д Со штрихом Полученное Согласованным образом А некоторый терм То есть Ну Некоторые Кси Возможно Зависище От Х1 ХН Тета 1 Тета М И Д Он называется Объективно Переносимым При двух условиях Если он Типизирован То есть Есть какой-то такой СКС От всех Вот этих Иксов Что Кси Является Его Элементом И во-вторых При Замене Вот этого Штрихованного Мира На штрихованный Мы получаем Кси штрихом Который можно было бы Получить при помощи Канонического Распространения Вот Набора этих функций Но уже не на С То есть Мы можем взять Вот этот вот СКС Строить Каноническое Распространение Этих функций Применить К нашему Терму Кси И получить Кси со штрихом И вот результат Он должен быть Совпадать С подстановкой Штрихованных Штрихованных Множеств В качестве аргумента Сложно, да? Очень сложно Но на самом деле Это сложнее определить Чем построить потом Я Дам Вот в следующем Занятии Ну, в ближайшие Там пару занятий Очень Простой Метод Отличения Различения вообще объективно переносимых Соотношений А объективно Непереносимых Настолько простой Что вы им освоите Как дважды два И вот будете эти Ваши роды структур Писать При помощи объективно Переносимых термов И соотношений И даже одного Беглого взгляда На какую-то формулу Вам будет Достаточно Чтобы понять Она объективно Переносима Или объективно Непереносима И тут-то вам Во всей красе Как бы станет Понятен Весь смысл Вот этого примера Про Петра Первого На самом-то деле Значит Соотношение Сложения Чисел И сложения Лекарств Оно просто В данной структуре Получается Непереносимо Значит Когда мы переходим С чисел на лекарства А вот допустим Сложение яблок Два яблока Плюс 3 равно 5 Оно является объективно Переносимым Но Чтобы это совсем стало четко ясно Нам надо будет Проговорить Так называемые Этерии объективно-переносимых Для которых я буду В следующем занятии Ну Спасибо 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 Спасибо